Здравствуйте! Приветствуем вас на мастер-классах МКДЦ. Сегодня у нас с вами флористический скетчинг. Мы с вами будем рисовать вот такую цветочную композицию. Для работы нам понадобится вода, кисть, акварельные краски, простой карандаш, ластик, черные и белые ручки. И самое важное, акварельная бумага формата А5. Наш рисунок мы начнем с самого важного, с отображения круга. Для этого ограничим вверх, буквально сантиметр, оставляем внизу сантиметр или чуть меньше. Отрисовываем квадрат или прямоугольник. Если у вас не получится круг, а получится овал, ничего страшного. Это ваша фантазия, композиция у вас может быть запросто в овальной базе, а не круглой. Отрисовываем круг. Видим, что вот здесь у нас есть объем этой сферы. Обозначаем его на нашем рисунке. И переходим к нашей композиции. Центральное место в нашей композиции занимает вот этот вот самый большой супленд. Ему мы определим место вот здесь. Возле него расположим еще один. Здесь будет находиться маленький. И еще один маленький где-то в этом районе. Здесь у нас будет мух. Здесь тоже будет мух. Здесь у нас будут камешки. Они у нас отображены на рисунке. Но мы их можем расположить в тех местах, которые нам больше нравятся. Мы закончили нагрузок. Берем черный линер или гелевую ручку. Тонкими и легкими штрихами начинаем отрисовывать наш нагрузок. Не стараемся сделать круг одной линии. Мы сами в финале будем его штриховать. Поэтому нам главное передать форму, а не четкую геометрическую линию. Прорисовываем объем нашего стеклянного шара. Начинаем. Вернемся к карандашу и отрисуем наш цветочек. Место ему определили, а сами лепестки не отобразили. Начинаем рисовать серединки. Внимательно смотрим на положение лепестков. Зазначаем вот такую вот серединку. Вот так от нее расходятся лепесточки. У лепесточков острые краечки. Стараемся завернуть наши лепестки согласно положению цветка. Лепестки, которые расположены к нам ближе, они от нас развернуты. Мы видим только острые краешек. В рисунке суккуленты напоминают розу. Поэтому лепестки у них заходят один от другой. Единственное, толщина листочка, важное отличие. И его острые краешки. Этот цветочек находится практически ровно. Поэтому мы его в любой лепестке изображаем практически ровно. Задние лепесточки на одной чуть выше, чем впереди. Нижний суккулент у нас имеет форму немного других листочков. Они у него более круглые. Поэтому мы его делаем более кругленькими. Но острые краешки у них все равно присутствуют. И последний наш суккулентик. У них еще более другое форму лепестков. И абсолютно другую цветовую ванную. Пририсовываем в пустотах камечки. Мох карандашом прорисовывать мы будем. Прорисуем его сразу в ленире. Быстро штриховыми линиями обозначаем наши лепестки. Не забываем, что скетч рисунок быстрый, простой. Основная цель которого запечатлеть момент, передать эмоции. Это не иллюстрация, где требуется четкая прорисовка построения цвета. Наша цель создать настроение на картинке. Передать эмоции основным цветовым. Прорисовываем витязь кинем. Иллюстрация. Довольно замечаемые прорисованные. Добавлено цвета. И не будет смотреться абсолютно. Прорисовываем наши камечки. Придаем им форму волнообразными штрихами. Переходим к нашему мху. Границу формы рваной волнообразной линии обозначаем. Возначаем некоторое положение веток такой же рваной волнообразной линии. Мох похож на маленький деревец. Поэтому мы придаем ему форму маленького пушистого дерева. Вот таким вот образом. Берем властик, стираем лишним нужные нам карандашные наброски. Чтобы они не попали под отвори и не сделали на картинке лишнюю грязь. И приступаем к самому интересному. Мы начинаем расспрашивать нашу композицию. Для первого центрального скульника, с которым мы с вами начнем, мы берем светло-зеленую краску. Добавляем в нее немножко травянистого оттенка. И добавляем немножко синего. Споласкиваем кисточку. Стряхиваем лишний бок с кисти. И набираем наш разведенный цвет. Начинаем расспрашивать наш скульент отрывистыми масками. Оставляем на лепестках воздух. И не стараясь не закрашивать его как холастер. Отжимаем кисточку. Берем немножко травянистого. И небольшими крапинками вносим дополнительный цвет в еще влажную акварель. Стараясь основное внимание уделить центром. Потому что центре цветов темнее. Уже разведенный цвет, который мы с вами пользовались, добавим еще немного синего. И небольшую каплю белая акварель, которая даст нашему оттенку вот такую вот матовость и определенный эффект напыления. Стряхиваем лишнюю главу из кисти. Набираем наш получившийся цвет. И точно такими же небольшими мазочками. Стараясь вставить в незакрашенное пространство. Закрашиваем наш цветок. Тоже делаем и травянистым цветом, который мы с вами и отсаживали для более темного эффекта. Добавляем в него белый акварель. Получаем матовость. И тоже небольшими крапинками веземного влаги отжимаем кистосалфетку. Добавляем дополнительного пигмента цветка. В оставшийся у нас темный зеленый травянистый добавляем ярко-зеленый. Не добавляем сюда синего, потому что он даст сильно агрессивный оттенок. А берем из ранее разведенного небольшую каплю и вносим ее сюда. Получаем легкий переход цвета. Переходим к нашему маленькому цветочку. И также его закрашиваем. Здесь у нас серединка цветка, наоборот, представляет собой более светлую часть. Поэтому берем колонный желтый. Отсаживаем на палитру. Набираем на кончик край кисточки и аккуратненькими капельками вводим светло-желутый оттенок в наш цветок. Возвращаемся к ранее разведенному нами цвету. Добавляем в него каплю фиолетовой краски. Хорошо размешиваем. Отжимаем кисть. Набираем на кончик пигмент. И раскрашиваем наш последний суккулент. Можем поэкспериментировать и добавить каплю чистого цвета несколько капель в серединку нашего цветка. Пока наш суккулент просыхает, займемся с вами мохом. Для этого берем ярко-зеленый цвет. Добавляем в него немного теплого желтого. Получаем вот такой оттенок, приближенный больше к цвету растения, которое можно растрасить. И легкими вот такими вот тычками разносим пигмент по нашему уходу. Стараемся оставить воздух. Не закрашивать все полностью. Споласкиваем кисть, отжимаем. Берем на край кисти немного ранее разведенного зеленого с белым. И добавляем вот такие вот цветовые пятна в наш мок. Даем это нашим растениям немного подсохнуть. И займемся песком нашей цветовой композиции. Для этого берем светлую уху. Отсаживаем ее на палитру. Добавляем теплый желтый. Получаем вот такой вот оттенок, приближенный к цвету песка. Сполоскаем кисть в чистой воде. Стряхиваем с ней лишнюю влагу, чтобы кисть была влажной, но с ней не капала. Набираем небольшое количество пигмента и прорисовываем наш песок. Стараясь не закинуть цветок, но если зашли, то ничего страшного не случится, то все. Не закрашиваем наши камни, прорисовываем легкими движениями, оставляя воздух наш песочек. Добавляем в получившийся уже у нас цвет больше ухо. Получаем более насыщенный коричневый оттенок. Набираем на прорисовую кисть и проходим по местам, где у нас должна быть тень и где песок визуально смотрится чуть темнее. Пока наш фон подсыхает, займемся камешами. Для этого берем ранее смешанную оху с тепло-желтым. Добавляем к ней немножко сепии. Получаем вот такой вот оттенок. нам его нужно немного. В принципе раз в ногу кисть будет достаточно. И легкими, полнообразными движениями закрашиваем наши камешки. На картинку цвет падает положительно с этой стороны. Поэтому правую часть камешков мы оставим чуть посветлее. а вот к левой мы возьмем чистую охоту еще каплю. Сделаем оттенок потемнее и добавим 2-3 камешки в каждый камешек, чтобы отобразить игру света и тени. Сейчас мы попробуем с вами сделать красивое стекло. Для этого царим большую каплю чистой воды. Возьмем чистый голубой цвет. Разведем его очень-очень водянисто. и аккуратными дубообразными масками начнем закрашивать нашу сферу снизу. Потом перейдем вверху. Начинаем с места где листок у ног, постепенно продвигаясь к противоположному краю, растягивая, растягивая, простите, в соответственных элементах более темного и более светлого оттенка. Если у нас остались большие пустоты, проходим все по-моему седло голубеньким. Если камешки потеклили, влажной кистью чуть растягиваем. Коим-где добавляем пигменты, если вам кажется, что его не хватает. Прорисовываем тень под нашими камешками. И по цветочками. Ставим более темный оттенок. В идеале ждем, пока рисунок просохнет, только потом начинаем штриховать. В реале времени штрихуем под кисть. Проходим штрихами легкими, повторяющими форму нашего круга еще раз по форме нашей сферы, которая в глаза. Отступаем 2-3 миллиметра, делаем еще один. Создавая толщину стекла. Немного штрихуем дно нашей сферы вот такими штрихами, повторяющими форму нашей сферы. Вот с этого более темного угла тоже делаем несколько похожих штрихов четко по форме полукруга. Проходимся по лепесточкам наших сферы, подчеркивая их форму, местоположение. Добавляем пары только штрихов по основанию лепестков тень, тем самым создавая дополнительный объем. Если штрихи будут рваные, это будет добавить объемы полкости к нашим скулентам. Прорисовываем каждый цветочек. Параллельно с тем, как мы прорисовываем цветок, можем сразу же перерисовать небольшую тень, которую цветок отбрасывает. Такими быстрыми ванными штрихами. Отвесовываем наш мок. И еще раз пройдемся по форме самого мха. Теперь уже немного заводя наши волнообразные штрихи на самом теле, вставаем текстуру маленьких рваных леточек. Вот этим вот образом. Отрисуем наши камочки, чтобы вам более округлую форму стрихаем немного от тени в часть, которая находится в тени. Можно использовать ровную штриховку, можно использовать штриховку по форме, вставая в белую закругленность. Быстрыми легкими, оборванными дугами, похожими на запятые, проходимся по нашему песку, чтобы передать текстуру песка. Добавляем свои декоративные линейки, если хочется. Прорисовываем тень от сферы несколькими штриховыми разными линейками. При желании рисунок можно доработать белой гелевой ручкой или белой гуашью. Поставим световые брейки на камешки, чтобы даст им дополнительное. Ну, а на данный момент наша с вами быстрая зарисовка готова. Ставим сегодняшнюю дату. 14 апреля. Ставим свой рост. Спасибо.